всех приветствую мои родные любимые и сердце моего дорогие веганы христолюбчики все братцы сестры в истине во христе в любви ко всему божьему творению сегодня у нас такой вот комментарий валеры давайте его зачитаем здравствуйте дима и все христолюбцы привет валера христа веган матюхин несколько вопросов по горячей теме если мы как ты говоришь 30 19 минут а ну к определенному ролику был комментария чуть-чуть обрезал чтобы вам на экране он был хорошо виден ничего не помним из прошлой жизни кроме опыта и знаний то первое как передаются опыт сын ошибок трудных и знания связаны с жизненным опытом давайте зачитаем весь комментарий а потом по пункту пройдемся как их выявить определить и чем какими критериями их измерить третье хочу понять чем они отличаются от приобретенных опыта и знаний ныне в этой сущности если бог хочет чтобы мы достигли его зрелости в любви раз за разом оставляя нас на очередной срок на этой земле то у нас должна быть программа над чем работать и у каждого своя где она закрыта но тут орор мирц крич я так понимаю в доску православный ответил мир вам незнание не опыт не передаются правда зелегументарий совсем понятно он и реинкарнации исповедует или не исповедует то что передается давай теперь я включу себя красивого на весь вид весь экран и просто вам так зачитаю первые еще раз вопрос валеры как передаются опыт сын ошибок трудных и знания связаны с жизненным опытом то есть если мы не помним ничего из прошлой жизни в принципе я по моему уже ну это вопросы валерий были кролику не о реинкарнации я как он сказал уже просто сжал скриншот немножко там к другому ролику но в роликах реинкарнации в принципе говорил с одной стороны здесь ничего сложного нету я много раз говорил в принципе о том что если бы мы помнили все свои поступки то мы бы сошли с ума наверно потому что нам бы пришлось помнить не только хорошие но и плохие все очень просто заметьте мы когда-то очень легко даже вот на этой жизни действительно проследить мы совершили какое-то злодеяние давным-давно мы знаем все поговорку время все лечит да и самые страшные переживания болячки там гибели родственников особенно кто еще там не верит бессмертие да многие люди готовы со своими близкими пойти куда угодно не хватит жить на этой земле да вот мы кого-то обижали очень сильно есть люди которые совершали в этой жизни неважно говорим как будто единственной жизни может кто-то давно жил это же верил в одну жизнь до совершали нереально злые поступки да там насилие убийство доведение до самоубийства можно человека там полностью его ограбив лишив чего-то да или вот именно уничтожив всю его еще семью и так далее многие люди ни одну душу загубили да как это сколько зарезал сколько перерезал сколько душ невинных загубил помните песенка вот и поэтому вы знаете если бы человека особенно раскаявшийся человек все это помнил кто помнит что с ним происходило в покаянии кто действительно познавшие истину и свет человек тот помнит все свое покаяние да так относительно уже игру помнить что действительно мы все кто переживали бога переживали соответственно познав его раскаяние изменения свои и принятие решения изменить свою жизнь и потом меня ее то у многих Покоение происходило достаточно жестко, да, то есть мы действительно от всего сердца рыдали на коленях, кто многие знают прекрасно в те моменты, когда Бог нас посещал. Мы действительно готовы были искупить любой ценой те грехи, какие мы творили, да, сделать тем людям, сейчас бы их вот найти и встретить, увидеть и воздать бы им все то, что мы у них там отняли, да, еще и больше отдать, да. И вот здесь тот же самый принцип, вы знаете, что на этой жизни, ведь мы уже, ведь никуда же наши поступки, в принципе, не делись, по идее-то, они как бы существуют, пока мы о них помним и помнят те, кто, кого, против кого мы согрешали, против кого мы творили зло. Но если это зло перестанет помнить тот человек, которого творил и тот, против кого творили, то есть все друг другу простят, но тот, кто творил ему нечего прощать, он раскаялся. Больше так никогда никому не делать, не только тому человеку или живому существу, которому это сделает, и животное, и даже природа. И тот, наоборот, против кого было совершено зло, если он действительно, как Господь сказал, прощайте и прощены будете, и просто сам факт, что все мы когда-нибудь в небесном царстве должны слиться воедино, то мы действительно от чистого сердца прощаем все зло, которое нам кто-либо причинял, тем более человек действительно раскаивается, да. Мы, по идее, даже отпускаем это зло, даже, так скажем, и не раскаившимся человеку, да, то есть мы сами в себе не держим это зло. И уж тем более, если человек покаялся, причем не где-то там вдали от нас, а, возможно, даже и рядом с нами, возможно, даже перед нами, да, извинился, покаялся, и, возможно, возместил нам все, если это было возможно. Конечно, там смерть близкого, которого ты убил, ты не вернешь, но есть поступки, которые можно вернуть. Ты обокрал кого-то, вернул это еще и сверху свое отдал в свидетельство того и, в общем-то, в оплату того, что ты причинил еще человеку моральный какой-то ущерб, вред, слезы, страдания и так далее, переживания. Может, это была его единственная зарплата, дома 10 детей голодных, а ты его где-то там избил, ограбил. Вот, то есть ты еще и возмещаешь сверху. Вот, то есть дела как бы остаются все, да, но смотрите, мы все, я всегда размышления свои и мировоззрение всегда подтверждаю, как делал это Иисус, каким-то жизненным примером, жизненным опытом. Мы все прекрасно знаем, что вот именно все мы это забываем. И хорошее, и плохое, к сожалению, хорошее забываем, что нам люди делали, что мы сами делаем, да. То есть сами дела, сами поступки, они потихоньку растворяются в вечности, так скажем, потому что такое время, ну, для меня давно не секрет, другим я вот это в проповеди говорю, что даже время это тайна, как и вечность, да. Мы не можем это, так скажем, описать, мы можем только жить, вот во времени пребывать, потом в вечности. Мы просто можем этим, этой сущностью наслаждаться, ну, или принимать, или страдать от нее, да. Вот, но она есть. Что это такое? Как время с вечностью вообще соотносится, соизмеряется? Как они друг к другу относятся? Что такое время? Это часть вечности, если мы вечно были всегда и будем, как сейчас мы как-то живем в каком-то пространственно-временном измерении. Это такие, так скажем, не то, что даже тайны, если у тайны ее можно открыть, это вообще не тайны, это просто неразрешимые вопросы до тех пор, пока ты не попадаешь просто в этот ответ, в эту сущность. Вот и все. Поэтому по поводу вот этих дел и памяти, то есть, если вы прекрасно знаете знаменитая фраза, в чем застану, в том и сужу, да. То есть, мы те, кто мы сегодня есть. И наша вот сущность, вот человек изменился, он, допустим, воровал, перестал воровать. Это его сущность стала, он уже никогда этим грехом никому не причинит зла. Ты его хоть сегодня, хоть завтра поставь перед этим грехом, хоть через тысячу лет, и, грубо говоря, хоть даже, вот именно, как мы все знаем, предел любви, это жертвенная любовь, пусть даже идет угроза твоему здоровью, даже жизни, ты уже этого никогда не сделаешь. Ты не возьмешь, там, грубо говоря, того, что тебе не принадлежит, тем более, вот именно нанося кому-то этим еще вред. Это не просто где-то некрасиво лежит, а это чье-то, и ты это забираешь, да. Тем более, кто знает, есть такие понятия, как грабеж, да, то есть, это с причинением еще и вреда жизни, здоровью, какому-то человеку забирая его имущество, да, и подобное. Разбой там, ну, разность определения, суть их всех об одном, вот. Так что, что такое вот эта сущность, которая в нас остается, и сами дела, вот. То есть, это очень легко понять, ну, это просто уже я, это мои мысли, мое чувство. И я единственное, конечно же, я вам говорил всегда, никогда не заморачиваясь глубоко на вот природу материи какой-то, сущности мироздания, вот этого бытия, как что-то пощупать. Есть видимый, невидимый мир, и невидимый мы никогда не сможем пощупать, его можно только видеть в проявлениях. Вот Валера спрашивает, как, что это такое, почему, то есть, дела наши не передают, память жизни, прошлый не передается, а сущность какая-то, ты говоришь, опыт остается. Ну, а как и в этой? Что это вот такое? Я взял, покаялся? Что значит, я изменился? Что такое вообще мысль? Она материальна или нематериальна? Начало ее нематериальное, ее никогда не видишь. Она лишь материализуется, когда она проявляется в так называемом видимом мире. Как описать, что я стал вот другим? Как это? Что это за энергия? Что это за опыт? Что это за знания? Как их пощупать? Мозги и чувства? Как? Причем это все вместе. Умное сердце, как я все говорю, кто знает, или чувственный ум, как хотите, туда-обратно. Поэтому это такие вопросы, как передаются? Ну, так вот элементарно передается. Я то, что я есть. Я умное сердце. Моя мысль, направленная на добро или зло, переживает радость или страдание. Вот и все. Тут все очень просто. Поэтому нам не надо, чтобы быть в будущей жизни еще в чем-то совершенствоваться, а в оконцовке в небесном царстве всеми наслаждаться его бытием, пребывая в любви друг к другу. Нам не надо помнить все свои грехи и все свои добродетели. Это все уходит. Ты то, что ты есть сегодня. Вот и все. То есть ты тысячу раз совершишь эти добродетельные поступки, дела, и миллион раз не совершишь греховных дел каких-то, направленных против человека, животного, природы, то есть самого Бога во всем проявляемом. Все. Вот и все. Ты просто это стал. Как это, как вам объяснить, я не знаю, это грань видимого и невидимого, вот и все. И поэтому память нам всего этого просто не нужна, так уж устроил Бог. Всего этого, в принципе, вы знаете, что такое вечность? Это же вечное настоящее, это каждое секундное настоящее. Во многих, и Христос об этом говорил, и во многих религиях эта мысль, да, что вчера уже нету, завтра может не настать, есть только сегодня, да. Иисус тоже говорил, не терзайтесь о завтрашнем дне, живите сегодня. Для завтрашнего дня будет достаточно своих забот. И то Иисус выражался этим словом, там, день, потому что день – это такая грань между началом и концом, то есть сном, как символом тоже смерти. Вот сегодня это и есть настоящее, поэтому она и называется, кто есть такая тоже фраза, настоящее, у нас слово настоящее, сыр – это что-то реальное, да. Будущее – это иллюзия, прошлое – это уже забыто, да. Было оно, не было, кто знает, попробуй докажи, да. А вот настоящее, вот то, что сейчас. Так что вот так вот. Поэтому в вечности ты как будто и нету никаких поступков прошлого, потому что прошлого нету. Но мы же как-то в него войдем, даже предполагая, что нет реинкарнации и переселения душ из одного тела в другое, человека, животного. Как тогда? Как тогда мы становимся теми в вечности, кто мы есть сегодня? Что это за сущность? Мы что, помним все грехи и добродетели своей вот этой маленькой, коротенькой жизни? Да и умные люди всегда об этом задумывались. Ну как так? Ну люди есть, умирают. Я все начинаю с маленького. Младенец умер через день в утро, после появления из утробы матери. Через два дня, через три, пять, шесть, семь, восемь, 365 дней. Два года, три года, пять лет. Ну что это за человек? Как он попадет в небесное царство? Какой опыт даже вот такой вот жизни у него есть? И что такое опыт нашей вот этой вот жизни? Вот именно кто-то в 10 лет, в 12 погиб, в 15, в 18. Вы знаете, я все время думаю, слушайте, ну погиб я в 15 лет, на каком я уровне человек бы был? Ну я сам на себя же могу оценить, что я в 15 лет о чем думал, помышлял, чувствовал, какие размышления были и какие у меня были в 20, в 25, в 30, сейчас 35, 38 уже скоро, да? Ну сейчас 35, я образно сказал, то есть 35, сейчас уже 38, скоро уж 40, а сколько будет 50, какое мировоззрение, еще будет все это, да, шлифоваться? В 50, в 60, в 70, в 80, это огромная разница. Слушайте, и прожить все жизни с одной стороны невозможно, а с другой стороны, со стороны человек это опыт, и со стороны можно сколько угодно якобы понимать, что чувствует другой человек. Вы знаете, сколько угодно можно соболезновать человеку, который что-то потерял, у кого-то там погиб, у какой-то с ним горе случилось, неважно, возьмите. Любое, причем самое страшное. Кого-то даже изнасиловали или его близкого. Я беру какие-то крайние такие, люблю контрасты, да, к сожалению, печальные, да. Вы как бы ему не сочувствовали, вы этого не переживаете. Вот когда с вами это случится, мы переживаем. То же самое радость. Когда кто-то купил квартиру, ну ты сорадуешься, как бы, но ты не испытываешь этих чувств. Не испытываешь и никогда не испытаешь. Человек, который без ног не может понять, что такое бегать. Не может. Он может видеть, как другие бегают. Ну, как бы сорадоваться, да. Как бы бегать с ними у себя. Но он не знает, что... Если он никогда не бегал, он вообще не знает, что это такое. Он даже не представляет... Ну, бегать, ходить, он ходить не может. Он никогда не знает, что это за радость. Глухой никогда не знает радости, что такое музыка, как прекрасно слышать кого-то или слушать что-то. Слепой никогда не поймет, что такое видеть и созерцать красоту в любых его проявлениях. Настолько все просто. Поэтому, вы знаете, одной жизни человеку, прожить жизнь ученого, инвалида, я разные сферы буду брать, там, спортсмена, нищего, богатого, среднего достатка. Вы знаете, в истории человеческих таких только не было политических строев. Это тоже, с одной стороны, важно. Заметьте, все политические строи, что хотят, конечная цель якобы у них у всех. Царство небесное на земле, рай на земле, чтобы все выжили благополучно, счастливы, в равенстве. И вы знаете, в разных строях пожить, понять, вот это я хочу такое небесное царство. Царя, царя, дай нам царя. Помните, как евреи кричали, как и все народы. Ну, бог им дал царя. Ну, правда, они его сами взяли. Бог им попустил взять себе царя. Ну, и что из этого получилось? Бог еще через пророка сказал, пойди, скажи им, этот царь будет вас хлистать, как последнюю скотину. Вы будете рабами у него, раз не хотите жить, вот именно, действительно, в небесном царстве на земле, равенства, свободы, где глава всему, Господь, Бог, любовь. Вот так вот. Вот поэтому одной жизни маловато, да. Вот проживая все это, понимая все эти, мы же до чего-то доходим. Что-то попробовали, что-то, и все это у нас остается. На каких-то материях вам показать, что такое чувство, да, что я когда-то, что такое дружба, я понял, а это любовь, да, что такое предательство, ненависть, гнев, злоба. И все это из дел каких-то явилось, обида, оскорбление, нанесение, поношение. Ты только это понять можешь, когда с тобой это будет происходить. Вот и все. Ну вот тут же я уже, в принципе, ответил. Валера пишет, как их выявить, определить, и в чем, какими критериями их измерить. Делами, современной жизнью. Делами и потенцией дел. Ну, понятно, ты можешь, мы не в каждой жизни умираем на кресте, да, проходя путь, земной путь Иисуса. Вот именно перевоплощаясь, мы, возможно, проходили разные пути. Но человек, который меняет с его природы, он уже готов к этим вещам, да. И пусть не все с тобой в этой жизни происходит, но ты хотя бы уже понимаешь, я хочу жить вот так. Я вот так живу. Конечно же, Бог упускает как раз обстоятельства, чтобы ты, поступая, познал себя. Ты действительно так ли поступаешь, как хочешь. И потому как ты поступаешь, ты можешь понять, и все вокруг тебя, что да, ты именно то. Вот и все. Другого никакого критерия нет. Твои мысли, твои желания. Ну и когда, если тебе представляется возможность этим мыслям и желанием воплотиться, то, что пока они не воплощены, но пока твои мысли, желания, ну тоже это вот то, что ты есть. Ну а если еще это все подтверждается поступками, тогда уж это точно ты. Вот уж чего проще-то. Ну и вот третий вопрос. Хочу понять, чем отличается от приобретенных опыт и знаний нынешней в этой сущности. Ну тут я уже сказал, что ничем. Что эту жизнь, просто перемножьте ее хоть на две жизни, на три, на десять. Я уже ответил, что просто за одну жизнь реально опытом познать всю разносторонность жизни, взаимодействие, любви даже, она в делах проявляется человека ко всему его окружающему мирозданию. И всяких поступков миллион, да. Особенно это масса. А по теории вероятности, где двое, трое, четверо, тем больше и больше всяких там хитросплетений. Ты порой одним поступком можешь кому-то нанести вред, кому-то вроде добро делаешь, кому-то вроде тут немного зла ущемляешь. Ну кто знает, я сейчас уже даже примеры такие не буду в частные приводить. Вы понимаете, о чем я говорю, да. То есть ты вот этому, ты так вот этому учишься всему. Вот и все. И тут даже он четвертый не стоял, но Валер же пишет как четвертый вопрос. Если Бог хочет, чтобы мы достигли его зрелости в любви, раз за разом, оставляя нас в очередной срок на этой земле, то у нас должна быть программа, над чем работать. У каждого своя, где она закрыта. Так это и есть программа. Что она конкретно, она как бы вроде бы, знаете, нет такой списочка с пунктами там. Пойди туда, купи хлеба, там тебя начнут прессовать, ты вот так вот, и ты поступи, как ты считаешь нужным. Вы знаете, я вам всегда говорил об этих антиномиях истины тоже, да. Казалось бы, мы свободны и Бог свободен. Бог управляет всем мирозданием, но он управляет, свободно управляет свободными сущностями. Это антиномия. Как Бог может вообще знать будущее? Как Бог может пророчествовать через своих пророков или сам с небес? Как могут быть предсказания и так далее, вы помните, да? Как может быть вообще, в принципе, судьба, вот именно предначертанный путь жизни человека. Так ты родишься нищим, из этого познаешь конкретный опыт жизни. Есть нищие, которые и умирают в криках, что все говно, да. Да, даже нищие, такие же, как я, говно, не только богатые, да. Есть человек, проживает жизнь и ничего не понимает. Два убийцы сидят в одной камере, настоящие, они действительно совершили это убийство, не то, что там ложно сидит, да. Два убийца одинаковых, может даже два подельника, да. Один раскаивается, другой до смерти не раскаивается. Сидят в одной камере. Один меняет свою жизнь через год, два, три, пять, десять, неважно. Другой не раскаивается вообще до смерти. Орет, вопит, всех ненавижу, выйду всех, убегу, всех зарежу. Вот вам живой пример. То есть, это вообще антиномия. Вот это вот. То есть, бог как бы посылает нас, с одной стороны, в разные тела. Мы где-то, может быть, сами выбираем, где уже достойны. Я думаю, что поначалу, я уже это говорил, сначала мы автоматически переходим, знаете, из одного чана Господь нас в разное окунает. Но когда душа уже созревает, приобретает возраст человека совершенного, достаточно близкого к совершенству, он уже сам сюда приходит, он уже сам, возможно, выбирает даже еще какие-то опыты для себя. Господь ему уже предлагает, да. Это уже, как знаете, сначала мы учимся из-под палки, вы все прекрасно помните, как мы в школу ходим, да. Вот. Институт тот же самый. И вспомните, вот живой пример, мое христианство, как я 10 лет там изучал все религии, да. То есть, меня уже, я уже сам хочу, меня тянет, я читаю, я слушаю, я интересуюсь. И так в любой сфере нашей жизни. Потом, когда нам уже, ты понимаешь, мне вот это нужно. Я уже в жизни так, хочу разобраться там с языками, как выучить, хочу там электричество понять, как делать, там дом построить, огород. Вот, я сам начинаю потреблять информацию, я сам начинаю стремиться за теорией, за знаниями, а затем за практикой реализации этих знаний. Вот, и что-то подобное происходит в реинкарнации. А почему конкретной программы, я говорю, нету опыт, он в прошлой жизни, он очевиден без всякой игры программы. Просто так, как это каждая жизнь проходит с младенчества опять до старости, это такой маленький секрет, что мы, казалось бы, имея уже те добродетели, какую-то сущность, мы опять все проживаем заново. Но это то же самое, что и тайна, как югает Бога воплощения. Ну, как Бог мог во времени, будучи вечным, все равно вот в это наше бытие, младенцем от обычной женщины-девы родиться, так же расти, и при этом он крутил всю вселенную, крутит и всему дает дыхание, жизнь, ибо он начальник жизни. Он. Когда разных апостолов приводят, что Иисус это не Бог, что вот там-то он говорил, да сам Петр называл его начальником жизни. Начальником жизни может быть назван только Бог. И как его можно было убить? Вы начальника жизни убили, помните, Петр обличает своих единоверных, 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 сродников и всех вот этих, единоверных племенников. Вот так вот, поэтому здесь ничего. Почему, опять же, почему тогда, обратите внимание, все равно, насколько разными рождаются люди, то есть дети. Типа, да, один уже добрый с детства, другой просто бзлюка. В него, они оба росли, причем это бывает у одних родителей, чтобы минимум свести вот эти все. Вы знаете, чтобы две вещи сравнивать, надо, чтобы все было фундамент константа, и лишь одну разницу мы сравниваем, да, все остальное должно быть одинаковым. Ну, пусть это все идеально не бывает, конечно, но максимум идеально. Возьмите там двух близнецов родившихся, я не знаю, двойняшек, у одних родителей. Они в одну школу ходят, в одну грубую одежду одеваются. Но кто знает, у них все равно, у одного есть одни друзья, у другого другие. И один бывает добрее, другой злее, один умнее, другой дурнее. Сейчас, понятно, может ковыряться, да нету того, там один геномчик какой-то. Да, в общем, абстрактно посмотрим, что подвластно каждому человеку без всяких там геномчиков, супернауки, мысли заумных людей на эти темы, да. Нет, в простоте, вот как эти, почему эти люди все равно разные. Таких действительно опытов, таких примеров в жизни полным-полно. Почему все это настолько разные? Откуда мы это берем? Если Бог кому-то дал уже эту доброту, в чем прикол-то был, он же не сам ее добился. Она откуда-то берется. Вот так вот, поэтому все очень просто. Тут есть грани, не то, что я не люблю, так слова тайны, я говорю, где-то там. Дело не в тайне, дело в видимом и невидимом мире. На то он и невидимый называется, его в принципе никогда невозможно видеть. Вот мои мысли, вы их никогда не увидите, я их сам даже не вижу. Представляете? Но я их хотя бы знаю, потому что они в моей голове. Но я саму мысль не вижу. Я ее... Как вот, что такое мысль? Почему я мыслю? Я надмыслю? Я это мысль? Или что это такое? Понимаете, это такие вещи, их вообще никто, кто пытался, если их объяснить, их просто не объяснить. Это просто есть. И это вот невидимый мир. И что такое доброта? В чем она сейчас хранится? Вот что такое я добрый, вот я вам сказал. Что это такое? Они скажут, покажи, в какой-то у тебя бутылочке налито, сколько это, какой это консистенции, какого качества и доброта силы. Намного ли она распространяется? Как определить? Как ее измерить, доброту? Ну, слушайте, у меня голова болела очень долго, кто знает, да, там, свои сложности были со здоровьем. У нас даже до сих пор нет прибора головную боль померить. Казалось бы, болит все-таки вот это вот. Не что-то там внутри, очевидно, что болит физика, да? Ну, температуру там научились горем пополам мерить, там, давление какое-то артериальное там или еще что-то. А головную боль до сих пор нет прибора померить. То есть, ты когда жалуешься кому-то, я вот помню, сколько пытался, мне спрашивают, ну, как сегодня, как там вчера. А я, ну, хотя бы когда с температурой спрашиваю, какая температура, потому что человек сам болел. Я уже рассказывал, как мы вообще общаемся, что такое общение наше. Моя мама научила, или папа, родитель, что вот тыкая пальцем на солнышко и произнося сочетание голосом букв каких-то, звуков, на русском, на английском, там, солнышко, я понял, что это солнышко. И этого ребеночка у родителей тоже тыкали на солнце и говорили, это солнце. Мы встречаясь, произносим солнце, уже не тыкая на него, но я понимаю, о чем он мне говорит. Здесь то же самое. Когда мы температуру уже 38, сам кто-то болел, знает, что ку-37, что ку-38, 39, да, это вообще 40, все, в огоне лежишь, там, 41, 42, считай уже труп, да. Мы это все знаем, и хотя бы я когда говорю, ой, да у меня 40, кошмар, вообще горю. Тот понимает хотя бы, о чем речь, хотя уже в моменте это пережить не может. Когда я говорю, у меня голова болит, я и сам не могу даже в какой-то критерий для себя, насколько она сильнее болит, чем болела вчера, или будет болеть завтра. И другой не может понять, потому что я ему ничего не говорю, кроме двух слов, болит голова, а насколько сильно болит. Вот Валера мне пытается задать такой же вопрос, как измерить? Невидимый мир, он неизмеряем, это не временное пространственное измерение, у него нет ничего вообще, ни времени, ни пространства, оно просто есть. Я тот, что я сегодня себя сделал, вот и все. Тут все перекликается в таких вопросах, и вечность, и бессмертие, вот это бытие, что это такое, это и материя, это вообще, это все очень тяжело, в плане, это вообще невозможно объяснить. Это просто есть, мы просто в этом пребываем, вот мы в этом мире пребываем, в каком пребываем, все это мы видим просто. Нам не надо объяснять, что такое вот дерево, я его просто вижу. Другой его видит, все, мы оба видим дерево, нам этого достаточно. Если даже какой-то там ученый видит что-то там, в разрезе какие-то молекулы, я основным глазом не вижу, я ему уже верю. А вот знания, они объективны, что такое, это когда каждый видит и говорит одно и то же. И то при условии, как я сказал, что мы, например, пока заранее об этом договорились, тогда мы не спорим. Что того мама научила, что это дерево, это слива и того слива. Если сливу настоящую в одном назовут сливой, а в другом будет тыкать и говорить, что это авилс, я наоборот читаю слово слива, да, тем стремится и будет спорить. Тот говорит, это слива, а тот авилс. Слива, это авилс. А лучше, что вообще оба неправы. Мама научила, что это кунжу-мунджа, а это пунжу-мунджа, а бог вообще придумал, что это фигми-мигми. Они оба неправы, потому что мама одна говорит, что это вот это, это другая, это вот так мы называем в нашем селе. Они встретятся, будут говорить и не понимать друг друга, говоря об одном и том же дереве, но который может быть, ну я так говорю, бог назвал, может быть тысячи лет назад люди его называли по-другому, а уже у этих не так называются, не у этих. Из прошлого человек вернется тысяч лет назад и тоже не поймет этих двух, хотя они будут говорить об одном и том же дереве, потому что они назвали его все по-разному, они будут друг друга не понимать. То есть так же, как мы не понимаем друг друга на разных языках. Потому что по-английски дерево три, по-нашему дерево, по какому-нибудь еще, я другие не знаю в языке, еще как-нибудь. И мы не понимаем, что он говорит, ты что несешь? Он говорит то же самое, что и ты, только другие звуки издают. Это ты их не понимаешь. У тебя ассоциации внутренние, ни с чем это не происходит, с чем-то видимым. Вот и все. Надеюсь, я по вопросу реинкарнации, сущности человека и бытия, что-то вам ответил, у кого-то что-то в голове сложится. Тут предел знаний упирается в предел, как я все говорю, посмотрите, у меня есть ролики на тему видим мира, мироздания. Что мир делится на видимый и невидимый. И все наши вот эти все, что мы хотим пощупать, если мы невидимый мир пытаемся зачем-то этими видимым, все, что в видимом мире находится туда как-то, еще это сделать видимым, это невозможно. Это просто есть, мир есть видимым и невидимым. Проходя грань, бесконечно тонкую, которая в принципе не существует в природе, так скажем, она как бы есть. Но как видите, мы можем там добираться до атома, атома раскладывать. Все это так очень относительно. Она есть только на бумажке. Кто знает, что такое математика, это теоретическая наука. Это идеальный ровный белый лист, это идеальные цифры. В природе этого как бы есть, вроде на бумажке, а в реальности ты это пощупать не можешь. Это идеальность. Вот и все. И проверить ее. Вот и здесь то же самое. Не надо путать. Есть грань. Внутренний мир невидимый и вот внешний. Все. Проявление его внешнего мира свидетельство того, что у меня внутри. Вот как там. Все. Давайте продолжим. Я что-то не обратил внимания. У меня два комментария на тему реинкарнации. Вы знаете, я люблю писать большие ролики. Так что давайте почитаем. Я в принципе много чего наговорил, а так ролики будут отдельные, мне кажется, будут неинтересно. Александр Крылов пишет. Дмитрий, добрый вечер. Добрый. У меня вопрос возник такой по поводу реинкарнации. Какой смысл перевоплощаться сейчас в тела, если мир погряз в грехах? Все больше атеистов, блудников и так далее. Раньше такого ведь не было. Ну, атеисты и блудники были всегда. Ты, видимо, Библию плохо читал. Даже автор книги, экклезиаст, пишет и сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. А уж о блудниках почитай Библию от начала. Вот это вот раньше такого не было. Меня вообще всегда вымораживает. Я не то, что не приверженец. Это просто ложь. Истина. Все, что каждый день одно и то же. И вчера, и завтра все одно и то же. Люди все одинаковые. По сути, если душа перевоплотится сейчас, в наше время, получается, он будет еще хуже, чем был в прошлых жизнях. По крайней мере, большинство. Вот как вам такой комментарий Александра? То есть, Александр, вы знаете, он уже, это вот, я не знаю, он православный, нет, это у них такие закваски. Я грешный, грешный, супер грешный. То есть, какой смысл перевоплощаться? Вообще, в комментарии Александра, вы знаете, не скрыто. А красной линией звучит мысль, что человек, это безвольная, вот правда, по-православному, у них вот эта теория, ну и у католиков, естественно, и все ортодоксы. Ну и у протестантов, у них тоже все проще. Ну, правда, там хоть поверить надо, да, и ты спасен. Тут почему я сразу вижу, что это не протестант, да. Это вот православный чувствуется, ну, ортодокс из католиков, что-то такое. То есть, у человека сразу, знаете, в вопросе уже лежит ответ. Он, казалось, мне задает вопрос, но у него вопрос, то есть, зачем все это, он мне спрашивает. Если человек, я перефразирую вопросы и буду прав, если человек уже тупое, безвольное существо. То есть, сейчас много атеистов и блудников, и он перевоплотится и станет таким же. А почему? Он разве блудником станет не по собственному желанию? Мир состоит на 99% из трупажоров. Я познал Бога, когда Бог открылся мне, и я избрал любовь. Я сразу превратился из атеиста в теиста и сразу стал любовью. Я вот, знаете, для меня Александр, я, конечно, не знаю, как я говорил, я лично не хочу никого обидеть, но вы мне пишите, я на основании ваших комментариев делаю тоже выводы, какие-то своими размышлениями делюсь. Вот для меня Александр человек не покаявшийся. Скорее всего, он никогда в этой жизни не встречался, как это говорят, с Богом, да, с истиной. Он вообще ничего об этом близко не знает. Возможно, он христианин там себя считает, я не знаю. Но по комментариям, по вопросам, ну это вопрос в ВК, вы видели, она отличается немножко, скриншот от Ютуба. Это с контакта сообщения. То есть, как постановка вопроса идет у человека, я вот просто вас... Я на этих примерах желаю, конечно, тому человеку, кто мне пишет в разумлении, и тем для наседания, кто слушает, и кто подобным состоянием находится от него, избавится, а кто в лучшем лишний раз утвердится в истине, да. Человек пишет, что мир полон блудников и грешников, какой смысл перевоплощаться, если он станет опять блудником и грешником неверующим? Почему он станет-то? Разве человек это какая-то, не знаю, вода в нее какую краску капнули, он такой стал? Нет, человек свободен. Он сам свободен избирать добро и зло. Сам. И в разное время он это избирает. Ну так вот. Так что я вот с такой, с таким мышлением далеко, конечно, не уедешь, да. И еще хуже, чем в прошлой жизни. Может и хуже станет, а может и лучше. Ну и давайте второй вопрос. Я просто говорю, даже не знаю, что тут еще комментировать. То есть человек просто отнял у человека свободу выбора, мозги, свободу выбора. То есть значит он будет живя в этом мире, то есть он все, он станет тупой, я говорю, безвольной скотиной, который ничего не понимает и ничего не чувствует. Все блудники и я пошел, все неверующие и я. Ну человек, я говорю, такое ощущение, что с историей не знакомился, с Библией, с той же самой, кстати, как исторической книгой. Там насколько лживый или правдивый, пусть каждый сам для себя решает. Ну как минимум такая же историческая книга, как и все остальные. Я говорю, там что не было сказано и сказал безумец в сердце, нет Бога. Там разве блуд? Постоянный не описан. Не буду сначала всех перечислять, просто яркий пример, все знают о Давиде, да? Или Соломоне. Или кого вам еще привезти? Там их тьма нерезанная, как говорят, да? Так что? Мы отнимем у человека и свободу, и мозги? Ну если так, тогда конечно, с таким мировоззрением реинкарнация не имеет смысла. И да, ну если человек это тупое, тупое реально тогда, по-твоему, тупое, несвободное, абсолютно лишенное всякого свободы мысли, свободы выбора, существо, даже человеком нельзя назвать, потому что мы боги и дети Всевышнего. Это какое-то бездумное, безмозговое, у него нет мозгов. Потому что он родился среди блудников и все. Он родился среди неверующих. Видит, что мир бесконечен, вечен, что я личность, значит, есть личность, которая всем этим крутит, что есть добро, есть зло. Да, он сблудил кому-то, жене изменил зло и сделал, да, она может там повесилась. А он ничего, он дальше живет, потому что в кругом одни атеисты, блудники. Я над таким мировоззрением просто диву даюсь. Вот с таким мировоззрением из жизни в жизнь будешь мучиться, как в колесе сансары. Поэтому я настоятельно рекомендую от такой бреда в голове избавиться. И второй вопрос. Когда Иисус грядет второй раз с теми, кто не смог очиститься полностью, ожидает ли его вечное страдание в озере Огненном? Спасибо за ответ заранее. Страдание в гиене Огненной ожидает только тех, кто сознательно противится истине. Об этом в книге Откровение четко написано. Все вот эти деления на белое-черное, даже порой в Библии, которая не является святым писанием, а является просто Библией, книгами, наборами книг, библиотекой, на ней не написано ни Слово Божие, ни Священное Писание. Да, это уже интерпретация тех, кто хотел ей приписать то, чем она не является. Она не является ни Словом Божьим. Потому что Бог там есть полно книг, где там вообще ни одного Слова Божьего нет. Там есть Слово Сатаны, представляете, неоднократное. Там есть слова плохих людей, хороших, средненьких, да, вот как ты написал. Не совсем очистившихся, чуть-чуть очистившихся, только отвалившихся от своих грехов. Там разные есть слова. И вот по книге даже Откровения, хоть там как-то и порой написано, и как даже Иисус говорил там об отделении козлов и овец, но мы знаем прекрасно, что нельзя упираться как тупой в одно слово в Писании, потому что то же самое Иисус почему-то рассказывал, что разные таланты, разные дары, разное воздаяние, об этом писали его апостолы, о том, что слава – звезда, звезды разницы во славе. И каждый получит по делам своим, да, один столько, другой столько, с каждого их будет спрос отдельный, да, за то, что ему было верено. Так что дело-то не в том, что когда Иисус придет, все почему-то святой и совершенный. Это, конечно, правильно, с одной стороны, что их приравняли. Но я говорю, читая просто разные контексты, чужие мысли и разные мысли других людей, общаясь, я понимаю, что порой эти слова путают существительность с глаголом тогда, что ли, да. Одно дело быть святым сегодня, ну, грубо говоря, вот о чем мы тоже с реинкарнацией говорим, другое дело, что ты идешь к этой святости, и другое дело, что человек может, конечно, где-то падать, где-то колебаться. Но человек уже, по сути своей, можно сказать, свят, освящен, пусть даже совершен, в уме, если он реально, что в уме хотя бы решил быть святым, совершенным. То есть, как Иисус и рассказывал, в заповеди блаженства, по сути, кто понимает, прекрасно эти ступеньки. Ну, или этапы, как хотите, в горизонтальной плоскости, да, ступеньки, если вертикальные, или там, в диаграмме, да. То есть, Иисус что говорил? Блаженный, нищий духом, то есть, сначала надо признать, что ты негодный человек, когда ты действительно все были негодными, да, потом об этом что? Поплакать, раскаяться, что какой там самый важный этап-то, переходящий в совершенную жизнь. Блаженный, алчущий и жаждущий правды, и только за этим идет блаженство, и чистое сердце. Сначала я возжелал хотя бы всем сердцем своим, всем помыслом, как написано, возлюби Бога. Бог, кто есть? Истина. Любовь, свобода, бессмертие, добро. Возлюби все это. Ты уже в теории, ты совершен и свят. Вообще на сто процентов. Если ты реально это возлюбил. Если ты реально полагаешься жизни жить так, как тебе будет открывать Господь. Ты говоришь, Господи, вот я вам сейчас говорю, как надо говорить, как надо молиться, как Иисус учил. Я хочу быть таким, как ты. Я хочу быть достойным ребенком. Я хочу быть добрым, святым, святым. Я понимаю, что только когда я такой и все такие, мы будем жить вечно счастливым. Все, вот вся молитва. Ты понимаешь, Господи, я хочу, поправляй меня всегда. И я в жизни буду поступать, стараться всегда только по добру. Что я считаю добровью. Я, может быть, буду ошибаться, может быть, буду падать, но я буду чисто. Все, что ты мне будешь обличать, как я и раньше слышал твой голос, но очень часто ему противился. И поступал. Или голос своего уже святого алгоритма, он в каждом заложен, который сам меня внутри обличал с опытом жизни. Что это зло, не дело. А я говорю, нет, а я хочу себе Феррари. Так что я вот тут все-таки украду миллионы долларов нищих пенсионеров. Будучи дебутатом. Да, я знаю, что я делаю зло, но я буду делать. И чем грешник вот так вот отличается от святого, пусть иногда в чем-то косячущий. Тот говорит, Господи, я все хочу. Тот поступает с человеком, и мы знаем прекрасно, что в мире, лежащем еще и во зле, даже поступки святого человека, миру кажется злом, так он и сам думает, слушай, ну я так, как Иисус, грубо ответил, отойди от меня, сатана, такому, который меня, допустим, от какого-то добра отвращал. Я плохо поступил или неплохо. А как сильно я ему это сказал, с какой эмоцией. Может он обиделся, там не обиделся, и ты просто начинаешь сам себя корить, но на самом деле ты понимаешь, что ты поступал правильно. Вот и живи в этом правильно, и старайся различать голос истины от лжи, даже после тех поступков, потому что это может тебя уже сатана накручивать, что ты якобы там переборщил, а ты что-то якобы не добро, а зло сделал. Вот, но если ты всем своим внутром существом чувствуешь, что это добро, делай так. Сомневаешься или что-то даже тебя немножко крутит, жди, пока Господь тебе ответит, даст тебе четкий ответ какой-то. Нет, все нормально. Это кто идет этим путем, то знает, о чем я говорю. Приходит утешение, умиротворение. Тогда да, ты ж не, не, я подумал, ну что, не сахарный, не растает, да. Я зато ему так сказал, потому-то, потому-то, или то-то, то-то сделал, или дал человеку понять, или еще что-то. Вот и все. Так что, по поводу всего этого разделения, будет разделение на желающих истины, любящих истину. Соответственно, Бог есть истины, этот Бог есть Иисус Христос, в том воплощении, в котором мы его знаем, в реальном своем. И все, кто его жаждут, пусть мы где-то косячим, мы все, естественно, будем с ним, и дальше будем шлифоваться. И так, веки вечные, вот, веки вечные. Жизнь – это движение, жизнь – это движение. Ну, вот так вот, надеюсь, я по реинкарнации ответил. Я сейчас, кстати, проверю, точно у меня было два, то есть, что-то про тот, ну, два таких комментария данной реинкарнации. Ролик смонтирую, пусть будет один целый по реинкарнации. Все, всем спасибо, лепим лайки, если нравятся мои мысли, рассуждения. Видео вам полезны, наседательны, что-то вас в этой жизни возводит куда-то на более высшей ступени, открывает ум и сердце. Ну, и, конечно же, тогда, если считаете это благом, делитесь ими где-нибудь в социальных сетях, на своих страничках, в личных сообщениях, кому тоже желаете благом. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok